всем привет с вами снова овертайм вами коля л коля ты без гостей потом потом этот вопрос как ему решим пока это нормально так вот на этой неделе чуваки было много столько всего я у меня при этом не осталось такого впечатления я еще не план собирался составлять и думал что вообще было потом открыл наш twitter и понял что память меня конечно еще ухудшает со временем вот так что давайте короче каждым выпуском с каждым с каждым с каждой задержкой 150 миллисекунд вот так что давайте нырнем прямо сразу с головой первую новость из всяких прелюдии как у меня написано у нас написано в твиттере было еще неделю назад сразу после короче записи предыдущего выпуска я очень жалел тогда помню что не попало это все туда мы там тоже было много всякого в общем в марте еще появился слух о том что from software делает игру вместе с джорджем ар ар мартином после выпуска финала игры престолов он там написал у себя в блоге а ну то есть уже недавно написал у себя в блоге развернутый пост о том чем сейчас занимается но там естественно занимается всем кроме того чтобы закончить основных fire nice вот но он написал что проводил консультации с некой японской студии по поводу создания видеоигры а вот и а после этого там гим источник сайта гима цу отличный сайт очень рекомендую особенно для lips вот но и по обычным игру он такой но у но убушит сайт ну да типа как all games дельта там написали что вот у нас есть свой источник игра на игра не он не называется у нее инициалы аббревиатура джи ар и там значит открытый мир можно на коняшках будет ездить нужно будет есть все королевство убивать там насчет королей и получать их способности и при этом игра будет в скандинавском сеттинге там викинги и так далее и потом на сайте games radar появилась еще инфа потому что игра будет называться great run вот видимо у них там свой источник иногда ли ну то есть кара щеки я все это к тому говорю что ну пол похоже на правду много источников слухи давно как я не знаю это как вызывает за айфоны появляются слухи за несколько месяцев до анонса вот я всегда по долгую службу слежу и короче обычно оказывается правда если много источников говорят об одном и том же даже про iphone а вот люди там немножко ну я теперь вот тоже я теперь тоже фапы хочу узнать что там за great run а ну и до анонс якобы состоится уже совсем скоро на пресс-конференции microsoft на этой и 3 вот и 3 уже собственно и на носу и как-то незаметно она подкрылась вот конец мая 27 там 9 числа по вам начинается все равно в общем короче в интернетах сразу много споров возникло поводу того что такое open world и потому что старые там dark souls тоже в принципе по сути open world игры которых можно пойти куда захочешь вот и как во многих других там open world играх некоторые локации закрыты пока ты что-нибудь не сделаешь а вот но я так понимаю что если в этой игре будет катание на коняшках то игра будет гораздо более открытой короче чем там ну потому что локациях типа dark souls или блат борнер на коне не паска интерес кача как они там сделают вот потому что я насколько понимаю ну или я не прав в мир dark souls насколько он открытый там ну в плане насколько открыто есть пролезть то можно ведь в принципе везде даже можно пробежать мимо боссов ну мимо это мимо боссов нельзя когда боссом прибегаешь тебя на арене закрывают ну вот ну просто одна из главных фишек dark souls заключается в очень умным и запутанным ну почти всегда дизайне уровней то есть если взять наверно в первый то в первой части dark souls был лучше всего но во второй и в третий там есть примеры тоже отлично если с первой взять это же самые самые на то мое начало то есть там этот андетбург который ты попадаешь сразу после ну туториала скажем так там очень много лазе которые очень интересно соединены и это продолжается но практически на протяжении всей игры этот принцип это открываю всякие шорткаты и так далее вот а в great room может они not как замечательный ютюбер в эти видео предполагает может они сделают как шагал до колоссус то есть между вот этими королевствами у тебя просто есть такая передышкой ты очень так долго чина скачешь одного к другому ничего особо по дороге не делаешь может там какие-то коллекте был и так далее а я не знаю насколько можно выпустить такую игру там 2019 2020 году вот так что сомневаюсь наверняка добавит вот я не знаю в общем ну после секера я надеюсь на то что они вернутся к более ролевым играм короче great room она будет более ролевой потому что все игры конечно крутая но ну хочется понаряжать там ночи своего самура я хотелось понаряжать своего самура я вот и так далее и статы там по прокачиванию общину вы понимаете понимаете то есть не боем одним жива такая игра ну вот и мультиплеера тоже хотелось бы туда а как обычный dark souls наверное great room есть есть шанс на то что они там многое учли насколько я помню там как минимум две команды у них platform software то есть если одна выпил выпустила секера в марте то вторая могла уж давно заниматься этой игры труд вот но при этом как бы секера занимался хидатаками от заки лично а источник утверждает вот про great room что и у ей он тоже занимается то есть опять же ну скорее всего да опять же вы какой я просыпается я опять же джордж мартин наверняка он там не пишет всю игру короче потому что человек занятой а вот консультации наверное это самое правильное название я так предполагаю потому что ну как в марте слух был там утверждалось что он прям весь сценарий пишет вряд ли нет конечно это вообще очень сильно трудоемкий процесс написание сценарий такой здоровой игры ниндзи какая-нибудь я просто зачем хотел сказать что здесь это же очень сильно маркетинговая вещь что вот кончилось пошла вот инфа по этой штуке кончилась игра престолов и вам выясняется что аж 4 4 до года идет работа над этим всем то есть это все спланировано то есть я имею ввиду что там не так наверное там много мартина вот прям вот то есть но может быть она и к лучшему потому что для кого-то конечно это ядерное абсолютно там титбит комбо то есть рейп инсистент дисэмбаулинг вместе с дарк соус и кто-то уже там просто уже кого-то уже пена у рта но то есть если мартиным там обрисует знаешь типа обрисует арки персонажей которых ну прямо скажем дарк соус не особо много бы было за все эти годы ну таких нормальных цельных продуманных то есть они конечно были но фанаты их во многом додумывали вот мартин он же тоже вроде гоня не читал но люди говорят что он тоже пишет свои книги добавляет до много таких деталей которые потом нужно не 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 после одного короче прочтения складывать вместе и что-то получать из этого то есть принципе подходит такой стиль для русских конечно подходит имею ввиду что может быть я не особо сильно на это все западали его думаю если я был там на 15 лет моложе например нравилось его мира престолов или уже все таки но опять же я не читал и не знаю но мартин и что только игра престолов там него и нет у него газа и но я просто настолько честно говоря в общем по всей его и тем в общем он меня в общем-то раздражает что даже я понимаю что это не книжка конечно но в общем что-то глубоко очень в общем меня отталкивает я не вошел с его творчеством там честно говоря знакомиться потому что но и вы так слишком много народа не на идея прям сегодня там джим стерлинг выпустил видео по поводу того же по поводу игры престолов и видеоигрового журнализма вот так как на этой неделе на прошлой уже написал twitter шутку о том что ну вот закончилась игра престолов чем а чё теперь будут писать журналы про видеоигры потому что если зайдешь на полигон например каждыми каждый день было чтоб клики собирать вот так что действительно действительно игры престолов было очень много но я надеюсь что ну вот эта игра она будет отличаться заметно опять же ну если там только консультации были то есть есть вероятность того что не спросить а маркетинга поможет как сказать в общем всех понятно что все стоят он дальше он the shoulders of giants там все но то есть понятно что этот что мартина там но как сказать это очень мы просто живем мы в такое время что никаких пионеров там нет что есть например но есть там урсул лягуин и ансибель и потом мы используют устройство с таким же названием этот который по моему который гиперрион написал как его симмонс вот и как бы вот толкин был на основе толкина там мартин был мурку мурку то есть на основе перверсии толкина на был мур как на основе мур как а вся вархаммер вселенная там вообще возникла ну и как бы это все то есть просто вот ну получается что как бы там помесь там швейцарского сыра смелым из бородой то есть и потом помесь этого еще там спите жопой обезьяной то есть но я не по то есть я понимаю что но насколько это будет такой такая оригинальная игра и сколько здесь вот это вот что она должна быть там обязательно там какой-то очень крутой потому что что у нас там в общем общее мнение что игра престолов это зашибись как круто и то что там и from software зашибись как круто я просто на просто нужно быть очень юным чтобы у них играть вот это вот все ну то есть без конца этих боссов там извините задрачивать естественно естественно то есть это просто река но и у этой игры то есть я понимаю что у нее есть статические достоинства там всякие геймплей на этого атмосфера то есть там действительно там саша можно вспомнить как он там например восторженно рассказывал еще про демон соус по моему то есть что там вот действительно игра не щадит это новое это интересно но по большому счету вот кого так сказать экономика этой игры она такого что просто это выжигание чудовищно видимо из излишка времени которые есть у людей которых пока там но нет нету семьи работы ну кто знает то есть возможно вот это пройтурно на блэс и знаете знаешь если у нас джордж мартин привлечен то может у нас будет гораздо более мейстримовая и я там я например не буду сильно против особенно как после секира все требовали чтобы там был и зиму от я пишу я тех кто не хочет прежним тоном про все это говорю потому что да у меня мне то есть не вне подстил это вот то есть от теоретически может быть мог бы научиться я не знаю но зачем дан довольно интересный там потому что реально то есть это вот ощущение само что тебя там абсолютно никто не собирается развлекать и даже поганый мог тебя может защищать за зашибить но это это только один вот этот вот мне кажется что они остановились и не додумали там до конца то есть надо к этому еще что-то было добавить например игра в который вообще то есть ты не являешься то есть мне скажут что таких много что ты не являешься ну супер каким-то там персонажем то есть тем что тебя мог может зашибить и что ты у тебя нет никакой там особый там судьбы предназначение и так далее но сейчас скажут the sims там и всякое такое но в общем ладно это все фигня в dark souls тоже после изучения там типа лоры приходишь к выводу о том что твой персонажа не было никакого особого предназначения какая часть к этому как хотел в сторону стивенсон еще покидаться потому что он правда как бы тоже считается крутым но вот его ну то есть вот джордж это тарар мартин вот он за байдена стивенсон вообще альтрайд какой-то то есть он такой то есть то тот кого называют рая я не знал стивенсон зашквален нет я и это мое личное то есть можете продолжать я не абсолютно никого своих точки зрения и вовсе я давно на него очень честно ряду не в плане что он там что напишет ну потому что все вот я северный рипс единственный его роман который я он мне всегда честно мне просто дистанционно не нравился но например есть этот чувак вот брин например который там он не очень умный этот симонс реакционер то есть отчетливо этот которого там перед которым преклоняет сорсен скот карт он ярый например русофоб абсолютно до такой степени что это смешно то есть он может написать жуков которые там но приятные но пэш русский абсолютное такое зло которые там хуже жуков что нас оставляет вообще то есть он как и здесь становится видно что так как у него воображаемые там противники они значительно более бледные такие они такие лоббильные по сравнению там с реальными так сказать оппонентами что понимаешь насколько он ограниченный уже насколько он ужасно ограниченный человек урос на скотт карт что он даже я бы произнес слово убогие честно говоря вот что касается стивенсон то он такой да райт уинга куколт потому что он но он игра про ножи то есть он вот так он такой мужичок технарь который вот оттопыривается на всякие там штуки он то есть учистым то есть он он презирает гуманитариев это ясно он там наяривает наилна маска он там всех спасает это ладно то есть пришел тоже он недоразвитый от чего проблема то есть он прекрасно думает что знание то есть вот он там течится этим знанием поведение цепей в вакууме то есть слой вот этих вот сложных механических систем вот но это не закрывает удивительную пустоту которая вот в севен ивс то есть его персонажи особенно текла они ущербны в том что он как милихрон великолепный персонаж там этого одного из хороших романов шекли он сам хромой то он все он всемогущий он создал мир и все там в этом мире все хромы то что не видит то что он сам хромой то есть здесь просто ну видно что эмоциональный интеллект у стивенсона у него вообще у него с ним огромная проблема и вот почему там бэнкс крутое естественно сделаю выход потому что это человек у которого и эмоции интеллект так сказать и айкью и и кью у него они мощно кошинт они очень высокие вот и мне очень просто тяжело читать людей у которых там или с одним проблемой или с другим потому что там ты думаешь господи на вот добрый хороший человек на какой тупой в другом случае ты думаешь какой да он конечно умница но какой он мразь просто потому что посмотреть на стивенсона то есть я не я правда говорю то есть что стивенсом бяка потому что поближе всем то что он пишет он интересно то есть это все он безумно талантливый но вот это что там может быть я там вот зря там этот яд против технарей у меня вот это тоже средство моей собственной ущербности проблема в том что его вот я не знаю ну то есть у него вот он как бы под каким-то лекарством пока ты бываешь под успокоительным какой-то вот спектр вообще для тебя пропадает то есть он в принципе психопат но это что он кукол то что игра была про ножи когда он деньги 2 миллиона спер но ты можешь себе представить чтобы н бэнкс на надергал 2 миллиона денег и заныкал их но не это невозможно просто ни в одной альтернативной вселенной то есть он и не пытался то есть он всегда он был сиборитом за что я его уважаю всегда гулял на свои в отличие от этого от стивенсона то есть вот это вот правило то есть и как бы напишу в чате что коля в новом выпуске прыгает на стивенсона я это я серьезно прыгаю на него и понимаю что это просто стивенс это такая отрыжка того что надо учить стэм и все будет хорошо то есть там нужна инженерная специальность нет хорошо не будет без гуманитарного вы никуда не денете без ничего то есть или вы превратитесь каких-нибудь уродов там скатитесь к злу который гораздо хуже нацизм я просто думал про это продак инлайтмент и что вот программисты как если им дать ран 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 и мак то есть им они просто гитлер покажется просто кису и по сравнению с ними какие кошмары они обрушат на человечество вот и как бы я имею ввиду что вот например персонаж кома он просто очень еще мелочный противный он такой вот но мужичок там сколько ему за 50 за 60 который вот ненавидит на самом деле ниггеров и старается он понимает понимает что ему по щам по щам на дают и он так подлинненько просовывать что-нибудь то есть я понимаю что хилари конечно она змеище но он из нее сделал какое-то исчадие ада в виде джулии близ флаерти особенно вот отвращение вызывает что не то не заныканный 2 миллиона долларов и чудовищно российский персонаж камала которая основана этой намалалию савзай несчастная девочка который кислотой облили и который он в точности такой же как пакистанцы то есть которые пакистанцы мужики которые говорят что подумаешь ее там кислотой облили а вот у меня брат тоже умный то есть они вот они абсолютно не понимают и я просто не хочу это лишнее я понимаю что я будирую нас даже в чате там скажут стивенсон круто но ребята я уже как бы как это сказать я в принципе в общем-то и не скрываю что да я может быть в культуре был бы тупой но я в общем-то культурник я на это смотрю вот со своего орбитали на это имеет активно не нравится как бы то есть в общем туда все это мои то есть я серьезно в общем понимаю что дрябленький такой плюс 40 плюс отец семейства с завиральным я очень смешон но тем не менее уж как хотите я себе представляю аватаром до полутора километрового элипсоида который начинен там всякими страшными убийственными штуками всяком случае темперамент мой никто не отнимет поэтому и я абсолютно самое главное что в некоторых случаях я вот настолько прав что даже я не хочу даже это обсуждать потому что я просто прав это никаких это и в данном случае что вот стивенсон я говорю что я вот там и если там люди которые восхищаются они просто еще сами по себе незрелые то есть спасибо конечно саше что он мне того порекомендовал потому что это чтение интересное но тем не менее он вызывает различие различие желчи и вот к чему это все потому что вот мартин тоже он бы и он как бы и хорон писатель хороший то есть это что он там за байден он не виноват он старый дурак то есть но просто но блин вот как сказать сколько там ну да он да он конечно очень старенький да ну и но просто вот как вот бывает вот вот ницша его очень сильно недооценивают потому что то есть у него были плохие как там стругацкие сказали очень плохие учили ученики у него были вот но вниз что сам он просто ну как сказать насколько он в этом виноват то есть ницша говорил что вот там есть там есть перри кто-то кто есть переход и погибель то есть а кто-то проходит по мосту и вот проблема в принципе то есть я не утверждаю что я там по нему прохожу то есть а может быть его там там с помощью до чаток от подкаст который слушает 40 человек я не думаю что там сильные какие-то там там молекулы может быть вкладываю в нос но проблема в том что просто вот есть четкое ощущение что там ну вот кто-то в пукс это проходит по мосту то есть а кто-то вот в пустую абсолютно то есть и вот как бы ночью вот этот мартин то есть но такой кассовый но он снял там вот про у меня ребенок рядом сидит я но вы знаете про что игра престолов но какой в этом смысл по большому счету большой то есть вот кто-то новую толки но у него там была сверхзадача он хотел то есть ему это было как это как сказать он вообще создал новый жанр там то есть он из него там рвались эти все вот миры при том что был там консервативный католик и даже что мы с ним если бы там как-то бы там вот общались то и он был бы современником то в какие-нибудь в альтрайты бы пошел и тоже будет оптал но суть не в этом из него там что-то лезло и как из и вот из лавкрафта то есть лезло но допустим что-то ужасное но из донсейне но это что-то хотя бы было субстанциальное ну а что мартин он взял там вот переложил там все по-другому там сервировал ну то есть чего вы и как бы не знаю короче ладно извини пожалуйста я бы ваша я надираю надираюсь на людей то есть я не хочу то есть я не хочу не хочу в то же время не хочу никого реально вот никого не хочу причинять боль там всеми этими словами сказанными про стивенсона того же вот то есть видимая не надо уважать меня нет других людей ребята если вы там будете обижаться николая не но мне наверно тоже надо уважать на то вижу что как бы это все это как бы но он какие-то вижены причем кстати он рисует какие-то вижу на эти дальние все таки он да он прикольный но в то же время у него как вот какая-то часть а вот я не знаю вот как будто потом человек там какой-нибудь скажет который незамысловат и скажет нет души но здесь просто какая-то часть там вот спектра она вот у него выморожена от этого даже страшно там стивен бакстер какой-нибудь у них вот чё-то вот у них они такие он такой же то есть что-то что-то блин я не знаю них не хватает не поймешь чего не поймешь чего то есть чего-то может быть может быть эта проблема в том что люди не ставят они себе вот что-то типа там вот прикольное там вот кто-то почитал сказал о как-то хорошо это придумано там что эко-эко завернул он не будет то есть вот это то есть как бы блин я хотел себе подкаст был короткий потому что я устал то извини коль пожалуйста вот и как бы вот это вот вот все вот не знаю к чему это все сводится но то есть люди не знаю может быть как раз люди должны там себя не жалеть и относиться к себе как там вот dark souls и то есть ставить там сверх задачу get good а не просто вот если то есть мартина думаешь описать ему на самом деле легко то есть он как бы ну не вот что-то то есть не обязательно может быть там без стремится там какой-то супер эпик писать того что бэнкс тоже развлекался тем не менее нужно какая-то не знаю нужно нужен какой-то смысл за этим за всем все вот этим всеми делами но какой смысл там в северных большому счету какой-то мета а его нет но и вот так вот короче такие ладно да да сарисовая давайте перед следующей теме подкаст делаем аром по короче вот следующая тема кто-то от а то или а а то час valve прямо у себя в блоге в дотовского написала что мы делаем свою версию официально никаких скейшотов ничего я не знаю еще не так рано решили ну столбить это все а кстати вот по поводу куколство кстати еще по поводу того что элон маск всех спасает насколько это отвратительно понимаю что это он даже библии говорит не сотвори себе кумира что ты ныне живущего человека который так очень богат знаменит и всеми любим то есть этого тони старка ты выводишь еще дополнительно в своем фантастическом романе в качестве очень положительного персонажа который жертвует собой чтобы там спасти в итоге человечество как его там зовут пробст пробст шон пробст его там зовут вот это блин ну правда ну ну тут сири сири если то есть вот правда вот и в назовите мне то есть мне даже очень интересно где такая фигня была булбэнкс и чтобы он там жопу целовал то есть нет не то что маска даже какому быть там не знаю он да он никакого хомского даже там не вывел не в себя там виде очень мудрого компьютер общего и и извините если это чьё-то там детство там хрустальное разрушил нагадил там вашего саду но ребят но в самом деле такой ли это сад дальше продукта сейчас говорить в общем в общем не понять мне мне лично непонятно почему они так рано решили это все анонсировать как вообще никаких не написано когда они там собираются эту игру пускай детали просто решили сейчас заранее чтобы развеять слухи там развеять все эти домыслы и что интересно не отвечают что ну договорились создателями оригинального мод и которые как известно там три человека китая и делают его может уже больше него и они будут фокусироваться на ну я так понимаю на своей мобильной версии от час для android которую мы обсуждали в итоге обращал в прошлом выпуске что она вышла и потом она еще на айвэс выйдет и наверняка они там будут на чем-то неплохо зарабатывать если хотя другой стороны для насколько мне известно для мобильной игры у дота от час у нее слишком длинные партии там на 45-50 минут ну почти как обычно на доте только ну может там ну не знаю не нужно такого прям не нужно таких быстрых действий производить и так далее в общем а валв со своей стороны они будут фокусироваться на игре для пика и остается надеяться на то что с ней не случится то же самое что случилось артефакт потому что опять же на этой неделе я видел на реддите на собрать артефакт после том что вот новый значит антирекорд не меньше 50 игроков одновременно в игре в чарты раньше было меньше ста это уже было еще вдвое меньше что кстати у баллов что то делать благодаря модерам кто-то делает господи слава богу то еще не там вообще то есть типа они обслуживают steam то есть это на самом деле не так просто чем они занимаются машине все но в общем придумывают как деньги потратить там не на самом деле стиме очень много конечно штук которые можно улучшить вот там есть и команда сейчас внутренние которые занимаются новым интерфейсом есть очень много людей которые поддерживают relations там с разработчиками есть люди которые там занимаются анализом бирта твой ну короче много всяких штук в которые можно с интересом прыгнуть если ты сотрудник вал в которой как известная ну если тебя взяли это можешь там чем угодно заниматься более-менее вот если у этого чего-то у чего-то угодно но есть поддержка со стороны других сотрудников ты там ни один делаешь half-life 3 вот ну и короче можно секвейность на артефакт по такому случаю потому что на этой неделе произошло что-то интересное с этой игрой на твиче потому что где-то через день после того как я увидел этот пост про меньше 50 человек онлайн на твиче в разделе артефакт начали появляться очень странные всякие стримы и сейчас например я нажму и в 5 сколько там эту игру смотрит почти 4000 человек хотя ну за неделю до этого было 0 0 здесь есть как англоговорящая квит я есть к есть к вид там то есть не просто не просто это все так были тут короче есть аккаунт или дэвис тэмп луэс и там фанатэп луэс конечно пресса дэвид фортере потому что я помню он скончался там несколько месяцев назад создатели этой замечательной но можно сказать что персоны с тем что там было достаточно развита играми то я не знаю с музыкой редакторами всякими и так далее вот но с другой стороны я боюсь я скотт скрой здесь ниже короче список стримов потому что там на тамбн эйлах может появиться гей-порно там я не знаю стримили на твиче в разделе артефакт запись этого мудака из красть черч горячим происходит что-то странное это мне кажется что это просто такая так сказать gamers rise up люди просто принялись развлекаться развлекается кто как может то есть есть люди которые там стримили чернобыль сериал есть люди которые круглосуточно там стримят просто музыку какой-нибудь есть люди которые стримили конечно гей-порно есть люди которые стримили а я там на 10 часов но и виду юбе есть полуодетые не как скажем не отвратительные девицы там всякие но самое главное что я там наткнулся просто от балды поколенной ссылки там был артефакт brexit геймплей там короче в таком чтобы вы понимали в крохотном в углу там идет собственно артефакт без звука а все там 15-16 экрана занимает этот гранд-тур это кларксы на его подельники там в общем и вот это смешно да и самое главное что я ну ван панч мэна сейчас я еще в следующий раз я там будут оптать этого как его зовут короче гарантура до того топ гиры и кларкс на к кларкс удивительный мудак просто фантастические да и его там бета самец который на крысу похож этот хэммонт и этот гамма самец мэй у них так роли распределены потому что хэммонтон такой крысюк такой он мы можно нельзя нападать на кларкса потому что когда он прыгает ему на спину кларксона ударом хвоста сразу сносит прижимает лапу и сделает веручит на него мы все там его обижают и в общем да только что там я не знаю не загоняют игре престолов она может быть говном но зато мемесы по форма да вот и я вообще подумал что я успел посмотреть где-то 40 секунд и мне просто меня поразило что они то есть куда людям интересно что у кларксона и мэй хэммонда у них ситуация пост скорости на самом деле потому что amazon им дал вот видите amazon понимает пост скорости может сериал хороший по флебу будет но нет на самом деле вряд ли сообща будет вот и им дали неограниченные ресурсы шо они делают смотрю что там хэммонт по моему поджег машину там маме ее тушит то есть до хэммонт поджег машину мы ее по моему тушит то есть все горит это все происходит в джунглях то есть на самом деле с программа это гранд-тур сами много-много миллионными бюджетами а на самом деле в общем-то равняется криосану потому что мужики подожгли машину с криками ух бля там начинают бегать вокруг то есть это очень это на самом деле потрясаю понимаю что мужики с британским акцентом акцент да то есть а если поешь а что если там в днр научиться там британский акцент свой изготавливать что же это будет снимать чернобыль 2 там уже дать чернобыль 2 уже с хорошими чекистами я просто я офигею да кстати от того насколько некоторые люди тупые то есть они как бы видимо как как мотыльки на свет летят то есть они понимают что они у себя выставят дебилами но они не могут то есть том что снят уже сериал в принципе финальный по чернобылю я думаю что много лет лучше еще за эту тему не браться потому что но те же даже если ты будешь как-то там ну например как не добавлять ничего выдуманного не переносить то вот это как с вертолетом что-то там не нарушать хронологию все там идти точно 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 но все равно по уровню просто работы которые там сделаны того что но я всем случае прочитал вот я сам я сам не смотрел потому что слишком тяжело но прочитал там заслуживающее доверие всякие издания что действительно просто это очень очень люди хорошо сделали свои дидэ хоумборг свою домашнюю работу то есть что они там экспертов они то есть они что-то кстати там там белорусы какое-то отношение имеет к этому что там команда экспертов что потом а нет литовцы все равно литвины и выгнали не они там снимали нами на местности какие-то сцены то есть как у них там в общем как они отнеслись к руках за к конструкции всего это вот отдельная эта песня то есть они все в общем все очень большие молодцы естественно когда ты то есть но я даже посмотрю потом русский сериал по чернобыль даже смеха ради потому что в котором ну героический агент кгб там защищает чернобыль от вылаза к цру или типа того то есть имеется ввиду импл имплайн дэд что американцы это все взорвали но так вот просто то есть как бы чернобыль всем уже в принципе ясно что это полный крах именно советского союза вот так называемые старые словосочетания командно-административной системы когда люди радиации боялись меньше чем по потерять портбилеты из-за этого творили черте что то есть некомпетентности всеобщей лжи собственному народу ужасной просто из-за которой в общем из то есть может даже авария была если даже там цирушники к аварию устроили какой-то какой-то сон условия товари ну то есть часть все всего этого механизма который привел к взрыву она ну проявлял себя на каком-то другом я не помню реакторе в ссср пару лет назад да и но не стоит ну вы там сделал замяли никто не знал классический например классический ссср это не относится конечно только ссср вот например это история состоит с майором станиславом петровым который там ядерную войну предотвратил то есть как вообще все как вообще все это получилось то есть система не отлажена но ее нужно ввести в срок 7 ноября он там в этой всей то есть он там насколько я понимаю был ведущий пол кажется был кстати да я говорил там плохие вещи про программистов но петров был программист вот это очень важно потому что это вообще удивительно это божий промысел и что-то в этом духе или вмешательствах скорее там каких-то благоположелательных инопланетян уинк уинк а на джинатш которые его в общем посадили то есть он был шанс один из 14 что в эту смену дежурит он потому что дежурил бы он потому что любой я думаю что военные большинство половин добрая половина их они бы запустили они бы сказали что пуск зарегистрирован и началась бы черте что с возможностью там ответного массу ответа встречного удара на удар которого не было то есть что там там отражались на солнце отражалась от плотных облаков несколько раз были блики то есть фишка то вся в чем что систему должны были сдать к 7 ноября она была сырая то есть система ну понятно какая вещь это но люди не смогли отсрочить и они ее сырую систему предупреждения были на ракетном блин нападении они упустили в эксплуатацию лишь бы только сдать к ноябрьским праздникам это чистая ссср вот и вот это то же самое что чернобыль то есть это все налог страшным вещам привести вот после этого выдумывать каких-то мифических цирушников это надо быть такую степень убогости вообще чтобы вообще браться в принципе за эту тему с таким вот поворотом потому что если даже предположить что какой-то злобный цирушник действительно там в общем я не знаю там наклал там чего-то в реактор но дело в том что не цирушник же сделал так что потом что сначала отдавали дебильные приказы это люди для того чтобы идет делали хуже для того чтобы избежать каких-то там мин минорных дисциплинарных взысканий не цирушник же там заставил этих их быть полностью некомпетентными все это политбюро и врать потом людям выгонять их на первомайские демонстрации под радиоактивный дождь то есть но о чем вообще блин можно говорить вот если вот люди такой хренью занимается вообще что за я не знаю это просто какой там нафиг то есть какой там нафиг стивенса вы там на это они вот кто-то не видел да именно что просто уровень вот это все вот они просыпаются то есть там и понимаю что они все кто там это делает первый канал что они все друг другу чтобы от стыда там не умереть что не знаю что они говно, они друг друга плеткой хлещут семи хвосткой, первый канал или кто, но понимаешь, что все равно и у них бывает этих людей момент отрезвления, что где-то они видят зеркала и они смотрят на себя в зеркало и вот это вот, конечно, это страшно на самом деле, представить, что ты такой и ты потом, то есть ну там, я не знаю, от Бухача отошел там, от Ширева, от всякого там, чем они еще занимаются, я не знаю то есть это какого-то там бессмысленного разврата и ты смотришь на себе на свое рожу, смотришь в зеркало и ты думаешь бля, то есть страшно я думаю, что многие такие люди они этим не занимают, ты мы нормально нет, нет, Коль, ты знаешь на самом деле, нифига ну не все, не все, я знаю конечно, есть такие, которые смотрят, что они этим они пойдут на все на самом деле там куча злодеяний, она делается ради того, чтобы доказать что им норма, но на самом деле им не норма, это вот Юс Иллюшковский там писал, он невеликий писатель то есть, но вот некоторые вещи он понимал ну просто, люди ну, да, если они там, знаешь но они же, может, не думают, что это злодеяние просто все они понимают то есть, не было никогда на самом деле никаких эсэсовцев таких, то есть во-первых, которые вот действительно в это во все верили потому что они всегда были морально-физически, они были там и интеллектуально, они были ущербами все, то есть если почитать все там собрания нацистской партии, то они то есть, понимаешь, они вот сами там ну как бы нацист, нацисту по идее не должен на глаз выклевать, но они собирали взносы, то есть у них какой-то гуляйтер, или как там это называлось, взял и оп, украл эти взносы в общем, у них комиссия по этике что, конечно, очень смешно, у нацистов комиссия по этике, но они рассудили они очень хорошо решали вопросы они там, они очень между собой долго ссорились, но потом они нашли какого-то там типа, который сидел главой комиссии по этике, когда там, в общем, к нему пришли жаловаться что вот там баварская там низовая организация, посмотрите там на нашего этого комрада, он стырил там сто тысяч марок, это куда, вот, а этот чувак, он говорил, а что в этом такого, ну, то есть, понимаешь, они с самого начала уже начинали, в общем-то, то есть у них не было даже какого-то там высокого пафоса в их злодеяниях, то есть они были мудаками, и все, в общем-то мудаки, они мудаки, то есть здесь даже никаких вопросов нет, то есть они знают о том, они мудаки, они знают о том, что они мудаки, они знают о том, что по кроме самых отмороженных и ушибленных, что люди другие знают о том, что они мудаки, и они их из-за этого корежат, что просто страшно, потому что их внутренности — это самый адский ад. Не знаю, что меня разобрало на этом. Перейдем к следующей теме. Да. Следующая тема, мне кажется, довольно интересная. В общем, GOG, который раньше был Good Old Games и принадлежит CD Projekt'у, анонсировали новую версию своего лончера, который вообще не обязателен, но он сильно помогал разбираться в библиотеке на GOG.com, если у вас была или есть. А GOG Galaxy 2.0 это будет прямо, если верить тому, что обещают, будет лончер на ПК для всех платформ. В нем, в вашем профиле будет собираться информация об играх для ПК, для консолей, для портативных консолей. У тебя всего-всего, я не знаю, наверное, для мобильных игр нет, потому что кому они интересуют. Вот. И ачивки там будут всех этих игр. Я вообще не представляю, как это реализуют. Ну, то есть у Microsoft, наверное, есть всякие API, в которых можно через Windows забирать всю эту информацию из профиля Xbox. А что с Sony? Может, тоже есть кнопки? Я не знаю, как оно все будет работать. Опять же, из разных лончеров на ПК, то есть там, не знаю, Battle.net, All You Play, Epic Games Store, Team, и тот же самый обратно GOG. Все будет в одном месте, можно будет оттуда игры запускать, устанавливать. Ну, в общем, есть, есть такое похоже, такое похожее решение. Я, конечно, сразу забыл название этого лончера. Может, у меня он еще установлен. Нет, я забыл. В общем, ладно. Ну, в общем, не такой известной компанией, как CD Projekt, там просто, я понимаю, какие-то энтузиасты собрались. Вот, и там тоже такой лончер, собери сам, можно у него другие лончеры добавлять, игры запускать, вновлять. Ну, там, ну, вы же понимаете, то есть, если там какую-то игру хочешь запустить, сначала запускается ее лончера, потом, вот, или установить, или удалить. Вот. И в этом GeoGeo Galaxy 2.0, наверное, будет то же самое. Вот. Плюс тот лончер, который инди, он хелер. А потом мы сожрем тот лончер, который останется от того лончера и посмотрим. Короче, тот лончер еле работает. Я помню, как я устанавливал GeoGeo Galaxy первой версии, только, ну, так чисто для того, чтобы посмотреть, как там, что было интересно, вот нам быстро удалил. Тоже еле работал, но, ну, в общем, плохо, плохо, плохо сделали. Это было, может, в самом начале, потом улучшили, я не знаю. Вот. На бета-тестирование Galaxy 2.0 я уже записался, пока, пока что не приглашают, но я надеюсь, что как-нибудь, как-нибудь, если вы слушаете наш подкаст, дорогие сотрудники, ДД Проект, то это самое, но... Не, ну, пусть лучше уж поляки, чем немцы, то есть, чем Epic, или кто они там есть, а ну, просто не собираются такими штуками заниматься, вот, а поляки, как известно, у них там... У поляков это просто в крови, они commonwealth с этих делают игровых лончеров. Не, просто, когда я там, не знаю, месяц назад, в общем, было, как у всех компаний с инвесторами, было совещание с инвесторами от CD Проекта, и я по его итогам выяснил, что, ну, G.O.G. за год заработал, типа, 7 тысяч долларов, ну, прибыли. мамочки. Вот, ну, они там много реинвестировали, то, чтобы там новые игры туда добавить и так далее, но, ну, 7 тысяч баксов, как бы, целое подразделение, вот, ну, хотя бы заработали, скажем так, конечно, потому что, ну, в общем, нужно им как-то привлекать людей, и, может, они так решили на, знаешь, там, начальство решило, давайте сделаем лончер, значит, вот, люди не любят, там, Epic Games Store, а мы им предложим такую, такую вот штуку, вот, а люди, которым это нужно делать, они такие, ничего не выйдет. Я себе представил 7, в котором сидят магнаты, то есть, там сидит, там, Ньюэлл, там, причем, Слав Блинг, то есть, он там в мехах, там, в позолоте, Ньюэлл сидит, Галенкин там сидит, этот Эльгеймо там сидит, там, или там, из-под стола, там, щерицы, вот, и, в общем, вся эта, там, рокоши проходит, то есть, право на восстание есть, вообще, то есть, такая шляхта, это же прикольно, мне кажется, Дюдан обещают еще, один чат для всех платформ, то есть, если человек играет на Xbox, а ты там сидишь, значит, с запущенным, ну, а на Xbox, вот тоже, в Windows 10 есть штуки, которые, наверное, можно API подвязать, и там, передавать, на севера Microsoft, сообщения, принимать, а что, если человек играет на PlayStation, или там, на Switch, как, ну, на Switch, вообще никаких чатов, и API, там тоже, с другими платформами связаться, они там, что собирает телефона будут, чат, и забираются, не знаю, к ней, Nintendo, ехать договориться, или уже договорились, каким образом, это вообще, странно, странная штука, вот, я буду, короче, очень удивлен, что это, если все это будет нормально работать, ну, и да, тут написано, что мы не шпионим, и не передаем ваши данные, конечно, ну, я говорю, мне все это нравится, там, это я, Pierre Dole, вот, это все, как он слушает, поляки, а этого, этого я не замечал, до того, как сейчас увидел, интеграция с открытым, исходным кодом, то есть, можно будет, в теории, любой энтузиаст может, добавить, собственно, там, какую-то игровую платформу, которой нету в списке, ну, которой, поддержку, которой не сделали, разработчики, и Джи Джи Галакси 2 0, то есть, такое будет еще и, краудфандинг, на, краудсорс точнее, ну, в общем, мне просто интересно, я записался на обед, надеюсь, что, что, молодец, а, где-то того, что смешно, смешной был вопрос с ответом, где это был, я же на лист блогер, нет, если, как, я хочу связаться с вами, как мне это сделать, нет, что такое, черт, там был, короче, блин, а вот, вопрос, будет ли Джи Джи Галакси 2 0, показывать все мои игры, или, только те, которые установлены на моем ПК, и ответ официальный, да, все доступные игры со связанных ПК и консольных платформ, как можно, как можно не, если, не поддерживать поляков, если они, в общем-то, с тобой, это из твоей, там, твиттер, твиттер-лентой на одной, ходят, да, да, так что, удачи, им удачи, задача, я, предстоя, сложная, наверное, вот, если говорить об игровых платформах, следующая тема, мне, очень, я, как, ну, мгновенно увидел, я, влюбился в эту штуку, хотя, конечно, я там, не буду покупать за 150 баксов, и, хрен знает, какая-то, как ее там, в Беларусь будут доставлять, не буду вообще, вот, но, на этой неделе, компания, как ее там, Panic, вот, она, в основном, занималась, раньше, разработкой, iOS, и macOS, приложений, но, издавала, игры тоже, в 2017 году, она издала игру, я забыл, но, какую-то клевую, инди-игру, вот, а в этом году, собирается, выпустить, Untitled Goose Game, тоже, видимо, видимо, хорошая будет, но, если вы помните, трейдера, если не помните, то посмотрите, вот, и эта компания, анонсировала, карманную консоль, очень, такую, маленькую, называется, Playdate, такой, квадратной, короче, квадратная штучка, с очень, очень, по моему мнению, очень привлекательным дизайном, очень клево выглядит, при этом, значит, у нее есть крестовина, на вид, ну, более-менее, две кнопочки, A и B, там, кнопочка, не знаю, включения, порт USB-C, то есть, современный девайс, и, рукоятка, которую можно крутить, тоже, как бы, элемент управления, и будет использоваться, во многих играх, вот, при этом, очень маленький экранчик, вы видите, монохромный, да, монохромный, за 150 боксов, ну, ну, в принципе, она такая, это типа, когда, аксессуар, она в себе, как бы, идея, это у нее такая, нинтендону, то есть, есть, издавали, извини, да, 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 нет, не за что, вот, они, они, как бы, вот тоже, Nintendo, это как бы, такая, вот, не потому, что мне нужна эта консоль, а мне ее хочется, вот эта вот консоль, она сделана, как бы, в расчете на то, что тебе ее захочет, То есть, потому что она вот со своей с этой ручкой, то есть, это вот такая вот, ну, то есть, штука, которая ты там, ну, интересная, она интересная. Ее клево подержать в руках, видно, что люди старались. Ну, пока, ну, видно сейчас, я не знаю, как там, качество сборки будет и так далее, вот, но издалека по картинкам, молодцы, вот. Не знаю, как эти штуки по углам корпуса называются, зачем я не там, ну, черт его знает, но тоже хорошая идея, красиво. Вот, и касательно игр, игры для нее буду делать, есть ли тут где-нибудь инфа, которая сможет мне напомнить, чтобы я не ошибся на них сайте. Нет, ладно, ладно, я вспомню сейчас, да, буду делать Kenneth Foddy, который сделал QWOP, или как это правильно, QWOP, и Getting Over It with Bennett Foddy, такие, ну, 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 в общем, автор таких игр действительно мог бы сделать клевую игру для вот такой вот портативной RC консоли. Я думаю, что суть в том, что мне не нужно пердеть, например, ой, что там, 150 баксов, уааа, и там, как, не знаю, тут просто, да, дети рядом, я не хочу сказать, вы знаете, как там, как, с кем сравнивают там, джей и боб обычно, там, тех, кто сильно ноет, вот, и нафиг это, то есть, не, пусть, 150 баксов и нормально. Не, ну, 150 баксов это, как бы, не знаю, не 500, 150 баксов более-менее. Ну, это называется, а ты бы, ты бы, ты бы купил, ты бы купил консоль, на которой можно играть только в эти, только в игры, и это, ой, господи, iSpeakLodge, там. Каждая новая, каждая выходит через две недели. Консоль вместе с этим, значит. Не, ну, если, чтобы еще с Аидом поставляется. Да, ван, тебе, чтоб там еще, чтоб там еще дыбов, дыбовский. Да, просто поставляется со специальным этим. Сзади, это. Со специальным вирусом, который, значит, распаковываешь консоль, тебя в лесу выпускаешь, чтобы ты заболелся. Ладно. Вот, второе, там еще, второй есть человек, который над играми для, а, да, называется штука Playdate, тоже хорошее название. Вот. Я был вот недавно в подкасте Giant Bomb Brand по поводу того, что название у консоли стали какое-то говно. И я должен согласиться, ну, типа, Xbox One, там, PlayStation 4, ну, бля, камон. Вот, когда-то была, там, консоль называлась Trimcast или, там, Megadrive. Playdate тоже, вот, замечательно. Ну, не такое смелое, но для маленькой консоли самое оно. Вот, вторым геймдизайнером для игр для этой консоли будет чувак, который работал над Катамарей Дамаси, японец, я забыл, я не помню, фамилия, вот, к сожалению. Но тоже человек, который реально может интересно сделать из крестовины двух кнопок и крутелки. Вот. Все игры для этой консоли будут эксклюзивными. Ну, что бы, ну, как, ну, ну. Ну, это тоже, правда, что-то. Заведа не будет, как-то, такие маленькие игры, да, наверное, на монохромном экране. В наступающем будущем будет цениться вот эта вот вещественность, то есть понимаешь, что она, как бы, играйте, привязаны, ну, территориальные. Ну, эмулятор, потом, делаю тебя. сделают, но это все равно как бы не authentic experience, то есть они привязаны к этой консоли, то есть, понимаешь, они не просто там ни в каком-то облаке там существуют, они вот в ней, то есть это нормально, а мне даже это даже хорошо. Не, да, ну не знаю, это как там, когда-то выпускали, как у Nintendo они назывались в оригинале, а потом скопировали все, начали делать там Tetris и так далее. Вот. Или подожди, у Nintendo были сначала, сначала игры как волк яйца ловят. Ладно, вот. Да, я не ловил. Там у них не волк яйца ловил, это другое, и не яйца, но я не знаю, ну вот. Вы понимаете. Нет, яйцеловка, да, там был Микки Маус. Что-то там and play, я первое слово не помню. Вот, и playdate, значит, как я понял, в ней будет, в ней игры будут выпускаться сезонами, в первом сезоне будет 12 игр, то есть вы купите эту штуку, кстати, в начале следующего года обещают начать поставки, продажи, и сразу будет доступна только одна, и каждую неделю будут открывать еще одну, то есть это 12-недельное открытие всего сезона. Это уже интересный подход, ну, естественно, без всяких сраных пинтер-транзакций и так далее, потому что, ну, как в этой, как там, ну, наверное, можно реализовать через, надо подключить к ПК и купить и делось это, я не знаю, вот. Может, там, второй сезон за деньги будут продавать, черт его знает, но это такая обстановка. Пока что, к сожалению, никакого видео этих игр, ни того, как, там, кто-нибудь эту консолечку в руках вертит, нет, но, ну, ближайшие месяцы должны появиться, не знаю, вот. Просто интересная идея, которую, наверное, реализуют клево, по крайней мере, то, что пока показали, реализовали интерес. Вот. Далее. Смотрим, что там, что там. А, новость для тех, кто все еще надеется увидеть там, не знаю, игру или фильм по мотивам, новую, по мотивам Knights of the Old Republic, как сообщает BuzzFeed News, которая, как известно, серьезная, ну, серьезный ресурс, в отличие от просто BuzzFeed. Лукас Фильм занимается, ну, наверное, хотят, короче, сделать фильм по Star Wars Knights of the Old Republic, и пишет уже сценарий. Наверняка, я неправильно прочитаю, ну, в общем, Laeta Calogridis, которая, например, ну, тут, тут в качестве примера приводится сценарии Avatar и Shutter Island, Shutter Island, это же типа с... Ну, с Леонардо Ди Каприо, я так и не посмотрел. Это хороший фильм. А, да, кстати, хороший фильм, насколько я там вот, Леонардо Ди Каприо, там, ну, тоже я не хочу. Ну, в принципе, как бы она не сильно обидит. А также из более, из более новых, свежих ее работ есть Alita Boeva Angel, она была шоурайнером видоизмененного углерода, но с другой стороны, с другой стороны, была со сценаристом Terminator Genisys или там штурм белого, продюсером штурма белого дома, я не могу назвать это хороший фильм, совсем. Вот, так что, черт узнает. А, о, интересный, интересный кусочек тривии, она была сценаристом англоязычной версии фильма «Ночной дозор». Да, вот это мне очень понравилось. Это хорошо. Вот, короче, личный человек, который был «Ночным дозором», пишет вам новый фильм «Поднайцы с Доллд Репауэль», так вот. Да, ну, то есть, как говорится, это как какой-то то же самое, что когда-то там Бэнкс получил литературную премию, в общем, немцы какие-то дали, они, в общем-то, приличным писателем, дали вновь, в 2000 дали Бэнксу, в 2008 дали Лукьяненко, и, может быть, два раза даже дали ему «Оу». А, так что, как бы, сразу, то есть, моментальная ценность этой премии сразу же обнулилась, и, блин, то есть, это как в анекдоте про козу, стоило один раз дать премию Лукьяненко, и, короче, это, к чему это все, ну да, то есть, я не понимаю, блин, я не «Звездных войн», то есть, даже пусть они, я бы даже посмотрел, у меня есть слабость к этому, там, во всяком случае, инц, а, там, ну, там вот именно, что-то такого, намеки на инцест есть, как бы, как бы, «Звездных войнах», и я бы это, даже поглядел, я погляжу хотя бы, там, первую серию этого «Мандалариана», и «Мандаларинс». Ну, у меня, у меня слабость к исполнителю главной роли, так что придется смотреть весь сериал. А кто там, Кианалис, что ли? Ну, было бы, было бы неплохо, но этот, Петро Паскаль, который, не знаю, самый, самый, известный его эпизод на телевизоре, когда ему в «Игре престола» в голову раздавили, вот, но, я его запомнил за сериал «Нарк». Ну, и, в общем, ну, просто «Звездные войны», эти они статичны, и сам этот «Нights of the Old Republic», он как бы был таким, ну, то есть, почему он такой, в общем-то, почему «Звездные войны» статичны, это не вина, просто «Бай Вай» отдали разрешение очень далеко отнести там все в прошлое, чтобы не запутать временные линии, но в то же время... Тогда еще такое разрешение могли дать, понимаешь? Да, им не дали вольности никаких, поэтому «Нights of the Old Republic», она, как-то, внесла вклад в то, что вселенная там, что в «Звездных войнах» там, ну, все очень циклично, технологическая стагнация, то есть, и вот, то есть, все это там, сторона светлая, сторона темная, бесконечно там это колесо, это едет, которое пыталось только, Крис Авеллон пытался его разбить. Вот, и как бы, фишка, фишка в том, что вот, ну вот смотри, сейчас они будут снимать, допустим, они сделают там кинцо по Старой Республике, но чем она принципиально будет отличаться, ну там, Бастилу там покажут няшечку. Ну, не знаю, как, как на самом деле можно, там, всю, например, всю историю Доро Трэвана вместить в фильм. Ну да, в том-то фишка, вопрос, то есть, допустим, ну, я вообще думаю, что в любом, в принципе, сеттинге можно рассказать интересную историю, поэтому, в общем, я уж, я не говорю, что везде такой, этот зазвученный мной там гигантский смысл какой-то должен быть, я в принципе согласен на самом деле. Я уверен в человек, что если действительно этот фильм снимут, то там точно будет этот замечательный Троид, который про... Который речка из 47, ну да, они не смогут его как бы упустить, но им же нужно в каждом фильме такой Троид, который запоминается людям, так что. Его точно можете ждать. К Атаку, или кто там написал, на кого ссылка в плане подкаста, что ой, там Вуки, Дроиды и Сила, это такой огромный простор для творчества, ну да, Вуки, Дроиды и Сила, как будто это в оригинальных Звездных Войнах, этого не было. На самом деле, в Звездных Войнах простор для творчества, так-то, даже если там на 40 тысяч лет назад не откатываться, он все равно огромный, потому что куча всяких уголков галактики, в которых происходят вещи, которые совершенно им там людям и не людям, там просто Первый Орден и так далее. Ну да, там просто есть, надо как-то с одной стороны, я противник того, чтобы заниматься, там даже как Райан Джонсон, заниматься частично насмешками, над и опрокидыванием, так сказать, там каких-то канонов, вот, ну просто эта вселенная, она уже у нее вот есть там ограничения определенные, но она, в принципе, она такая, как это сказать, но она антисциентистская, потому что все-таки, ну, там вот, ну там, турболайзеры, когда там стреляют, то есть если они лазеры, они не могут вот этими сгустками стрелять, то есть там должны быть лучи, ну и так далее, и тому подобное, то есть там есть определенный тон у Звездных Войн, который, если ты порушишь, ты, это перестанет быть Звездными Войнами, и уже понимаешь, там, что так это все въелось, но вот, ну да, есть такое, то есть на самом деле возможностей много, но если вот они сделают какой-нибудь телесериал, ну, Мандалорианец тоже довольно большой риск, но если сделать еще что-нибудь там совершенно не относящиеся к джедаем, силе и так далее, то еще больше риск, короче. Я что одобряю, например, что Rogue One и вот и эпизод 8, это именно шаг, потому что все придирки к тому, что у Звездных Войн там антисцентистская вселенная, она, они смешные, и их может сделать только человек, который очень сильно верит в то, что Стэм спасет мир, хотя он может спасти мир, там, привет, например, Алексею, привет другому Алексею, который со станками и парусами, потому что вечность это очень важно, привет Алексею, который учится кодить, мое уважение, и то есть всем вообще-то привет всем, еще одному Алексею, который программист, потому что... которые надеюсь сделать так, что нас не будут убивать автономные автомобили через 10 лет на улице. как бы безусловно, сама по себе там, то есть они как бы естественные науки только вместе с гуманитарными могут спасти там человечество, не знаю, гуманность, но не по отдельности. И фишка, короче, в чем? В том, что докапываться к Звездным Войнам из-за того, что там звук в вакууме распространяется, это значит, ну, не знаю, может, Стивенсон бы такого и не сделал бы, то есть это тупо. И здесь просто, как сказать, это уже сложилось, ты тут уже ничего не поделаешь. И даже с технологической стагнацией ты уже как бы, ну, если в Звездных Войнах начнется резкий какой-то прогресс не в смысле размеров там этих Звезд Смерти, то есть не как в мифе, то есть там, вот там зверь, там дракон о трех головах, о, вот дракон о двенадцати головах, а он там Святогор там скачет, потому что он, ну, блин, ну, просто мужик, ну, пипец большой, конь у него, ну, пипец большой, там вот, то есть вот это вот, но там очень, в принципе, направление, в котором Джонсон и это, подрывают излишнюю вот эту сказочность, и это благо, это хорошо, и Джонсон, и кто там этот Rogue One делал, это то, что они просто, ну, критикуют, они показывают, что насколько гнусная империя, то есть на какое вот там дно, и даже соло в этом отношении неплохой фильм, потому что мы смотрим не на супер, мы смотрим на, в общем, на неприглядную изнанку, вот там парень родился в трущобах, ему пришлось там заняться в имперскую армию, там вступить, стать штурмовиком, а в какой-то абсолютно там на каких-то, из одной дыры переехать в другую, и там стрелять в ни в чем не повинных людей, там, мы, то есть вот как бы она, жизнь она такая, вот эта вся, это очень, очень хорошая линия, мне кажется, что людям не нравится соло, не нравится, не нравится там восьмой эпизод, где там выясняется, что одна и та же фабрика делает для империи и для повстанцев, то есть для первого ордена и для повстанцев выполняет заказы, это очень хорошо, то есть это вот какое-то что-то свежее в Звездных войнах, там, ну, грубо говоря, социальная критика и вообще попытка раскрыть глаза на то, как там вообще все в мире обстоит, в нашем, и это очень неплохо, и вот именно вот тоже вот прикольно, и то, что там лагеря показали мельком, правда, в этом, в Роу Гуан, то есть, и вот это вот, вот в этом, и если в этом отношении этот фильм, этот про, там, с рыцарей старой республики он сможет что-то такое сделать, то вот отлично тогда, то есть, не все, я тоже за, особенно, если вспомнить, что там, следующие трилогии Звездных войн будут заниматься люди, которые испортили Игру Престолов, софи, в конце, то, ну, они, понравится золотой паблик, сделать хороший фильм, ну, не, ну, естественно, никто это, я не утверждаю, что они прямо сразу испортят Звездные войны тоже, но, ну, посмотрим, ну, я ничего не верю, я все, да, абсолютно, мы прерываем нашу трансляцию для экстренного сообщения, сейчас, тебе, господи, может, что случилось, не, случилось, еще, короче, несколько дней назад, я, там, видел скриншот из форчана, про то, что давайте мы сделали так, что мейнстрим-медиа считают знак окей, альтрайтовским, а перед этим там пепе сделали, альтрайтовским, давайте сделаем так с хэштегом, вот, фэштег, фэштег, сделаем, я не, по-моему, там, называлась, в этом постели фэштег, вот, и, короче, я смотрю в твиттере, скриншот, сеной, скриншот, втораясь, в общем, кадр сеной, в котором ведущие рассказывают про, фэштег, альтрайтов, не хейтсимбол, конечно, это, насколько, но больше, я говорил про совков, что, то есть, насколько там люди, тех, кто там, это вот, упоротых, насколько люди убогие, вот, но вот это, это, какая-то тоже уровень убогости, очень высокий, то есть, они серьезно, то есть, они с прямым лицом, об этом там рассказывают, с ровным, то есть, лицом, пардон, то есть, это, коля, это просто, просто, какой-то, вообще, полная, жопа, когда люди, нафорочание, или где-то мы придумали, они, они придумали, ради того, чтобы избавиться от хэштегов, потому что, мне нравится хэштеги, походу, ну, ладно, на самом деле, пипе, там, например, знаю, я в США там не живу, может, там, а большая часть населения, считает его, там, хейтсимволом, и так далее, за пределами США, людям, вообще, насрать, там, на твиче, до сих пор, официальная, может, нет, по-моему, официально не было, ну, в общем, на твиче до сих пор, молотые, без пипе, доминируют, так что, люди, и хэштеги продолжат, тоже, использовать, я думаю, ну, просто, что, вот, следующий тем, касается, утекшего анонса, Юбисофт, как выяснилось, на днях, Юбисофт делает, все время забываю название, все время в начале забывал название Rocket League, и тут тоже, игра называется Roller Champions, ты потом вспоминаешь, какое там слово было, в общем, да, игра называется, я так понимаю, что на E3 ее покажут, называется Roller Champions, и там можно будет кататься на роликах, и бросать друг другу мяч, там, я не знаю, каким, где там будут ворота, вот, но, короче, утек KeyArt, так называемый, вот, ConceptArt, картиночка, скриншот главного меню, выглядит очень убедительно, там написано, при альфа, я не знаю, и так далее, вот, и даже видео, какой-то Reel, без звука музыки, просто какой-то, ну, вот так, камера едет, то есть, да, вот вы видите, там, графиков, Fidelity, выглядит так, как будто игра выйдет на Switch, да, источник утверждает, что игра выйдет на PC, и всех, в трех консолях основных, которые сейчас у нас есть, ну, и, короче, со своей стороны, я должен сказать, что удивлен, как с 2015 года, люди, ну, не попытались до сих пор, по крайней мере, чтобы я слышал, то есть, какая-то, какая-то большая студия, не попыталась, пожалуйста, как заставить Dailymotion, не переключать видео на следующее, тут есть функция повтора, я не вижу, ладно, в общем, да, до сих пор не было никаких клонов, таких заметных, и, ну, это, наверное, там, клоном не назовешь, потому что здесь все-таки ролики, такой трек, а не поле, но, интересно, вот, конечно, Ubisoft, так далее, мелкая игра, там делает довольно часто, хорошие, ресурсы позволят поддерживать эту игру очень долго, конечно, для того, чтобы играть в такие игры, мне нужно удалить сначала Overwatch, или там, хит, уже удалил, хит, ну, постоянно удаляю, ставлю опять, он там, анонсировались, 25 июня, появится в игре, новая локация, также для миссии новых, старых локациях, остался месяц до первого, ну, такого, как делся, за который я заплатил еще в ноябре, прошлого года, когда купил Gold Edition, так что, наконец, наконец, а вот, ну, и возвращаясь к Roller Champions, что-то я еще хотел сказать, забыл, а, да, ну, ну, или для того, чтобы не просто удалить Overwatch, мне там нужно, наверное, заработать пермабан, вот, ну, это, блин, сложно, я не знаю, сколько, сколько, скольким людям там нужно сказать, чтобы они там в окно выпарнули, и так далее, вот, Roller Champions, выглядит интересно, тоже, как там, Playdate, так вот, Roller Champions, ну, выглядит так, как будто и делали ее люди, которые понимают, что делают, остается, я вот просто, правда, на этой неделе поиграл в Steep, который раздавали в Ubisoft, лончере бесплатно, я должен сказать, что я бы, я бы поиграл в нее гораздо дольше, может, там, DLC бы еще какие купил, но управление в ней очень неотзывчивое, такое, ну, какой-то, может, отзывчивое, но какое-то очень странное, я не знаю, то есть, очень сильно отличается от Tony Hawk's Pro Skater, например, и я надеюсь, что там, например, на Roller Champions эта черта не перейдет, потому что, такие игры должны быть максимально, короче, аркадными, я понимаю, что там, вот, Steep, там, снег, и должно быть тяжело, но, ну, там, на самом деле, игра совершенно не наказывает то, что там, упал, когда прыгал, но, ну, сильно не наказывает, но наказывает меня, вот, лично тем, что управление там реально совсем не такое, как должно быть, по моему мнению, вот, я надеюсь, что, ну, а вот в Rocket League, например, там все очень, очень, там, как, как вот это по-русски сказать, ну, как перевести слово tight в этой ситуации, не знаю, в общем, очень, очень tight, душно, нет, очень четенько, не знаю, вот, и, на этом с новостями все, больше таких особо, тем для обсуждения, не знаю, крит анонсировали новую, которая просто называется теперь Great, ничего не знаю про Great, как бы, ничего не могу рассказать, поэтому, давайте перейдем к тому, что, я вам напомню, что скоро E3, вот, у меня тут есть табличка, можете ознакомиться с ней по ссылке, тут, нет, таймзоны, там, Минска, или Москвы, вот, но есть Хельсинки, в которых, где тоже, в то же самое время, так что, можно по Хельсинке смотреть, значит, начинается все, 9-го числа июня, в 11 вечера, будет Майкарсов, ну, то есть, перед этим, там еще Электроник Арс, на кого она вообще, ребят, вот, потом, значит, Bethesda, с 9-го на 10-е, в 3.30 утра, потом Devolver Digital, сразу после Bethesda, муа, потом, а, это уже в понедельник, вечером, в 8, PC Gaming Show, sponsored by Epic Games, и Галенкин, и так далее, будет интересно посмотреть, потом, в 11 вечера, в понедельник, Ubisoft, потом, что, отдельная презентация, в Kind of Funny, а, ну да, что-то было такое, ну, в общем, там, наверное, будет куча всяких инди-игр, у Kind of Funny, это, с 10-го на 11-е, в 2.30 утра, не знаю, вообще, наверное, у меня не будет дочери дома, так что я смогу, могу тут сидеть, короче, ночами смотреть на все, в 4 утра, Square Enix, которая, я не знаю, что она еще покажет, кроме Final Fantasy 7, рамейка, ну, новая игра, опять же, кто для нее делает, Platinum Games, да, которую анонсировали в прошлом году, одним таким, не особо интересным трейдером, и все, больше, больше ничего о ней не известно, до сих пор не рассказывает, и потом Nintendo, 12-го числа вечером, 9.30, вот, Sony нет, но это не повод, говорят, что, в этом году, ну, то есть, люди, которые играли в игры, которые там будут, но пока им нельзя ничего рассказывать, вот, они сообщают, что, E3 в этом году будет интересно, и я тоже так считаю, даже без Sony, вот, с учетом того, что там, сегодня, выяснилось, что, 29-го числа, там, какой-то, то ли новый трейлер, Death Stranding, то ли прям, слив большого количества информации о ней, там, что-то даже, какая-нибудь дата релиза, я не знаю, вот, потом, опять же, на этой неделе будет, новый трейлер, The Last of Us Part 2, ну, слухи, все это слухи, и, вместе с ним анонсируют, дату релиза осенью, уже этой, то есть, Sony решила свои сливы, просто так, они, у них достаточно хайпа, для того, чтобы за пределами 3, просто, там, один трейлер, пресс-релиз сделать, и все уже, все уже, в интернете об этом и говорят, как это, вон, Кодзима, третий день, тизеры какие-то, ну, как обычно, Кодзимовские, короче, выкладывают, вот, в топе, трендов, вот, что, что касается наших планов, на Итри, то, мы делаем, как в прошлый раз, есть, значит, дискорд, я буду выкладывать, приглашение, на наш, наш дискорд сервер, и все, кто угодно, кто захочет, сможет приходить, во время этих презентаций, мы будем обсуждать, смеяться, и так далее, надеюсь, что интернет меня не подведет, я смогу это нормально стримить, сколько их тут получается, не уверен, что все, ну, Microsoft, обязательно, Bethesda, вроде думай, Тернел, наверное, надо будет тоже посмотреть, Диволю, Digital, конечно, обязательно, PC Gaming, наверняка, будет, очень скучно, но, что делать, надо посмотреть, вот, Ubisoft, CanEafine, и скорей, вот, это, наверное, самые слабые будут, посмотрим, ну, и Nintendo, сильно затягивать не буду, так что, можно, вот, сейчас я, сейчас я, чихну, а может, может и нет, может и не чихну, да, и, также, хотелось бы, объявить, о, то, что мы ищем, третьего ведущего, подка, человека, который, ну, потому, что я, я на каникулах, ну, койку, колью отправиться на каникулы, летом, как бы, человек заслужил, так что, никаких, но, вот, я бы тоже отправился, ну, просто я и так, и так, не сам много работы, поэтому, мне, я вообще, без проблем, то есть, на поле, коле, серьезная компания работает, так что, устаёт на работе, вот, и нам нужен человек, который, ну, не знаю, было бы идеально, короче, это был второй я, который, там, за, за 30, он, очень, 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 замечательно, если вы очень хорошо разбираетесь, там, не знаю, в играх, большой плюс, если сбираетесь в вебушных играх, потому что я совсем не разбираюсь, вот, очень круто было бы, если у вас, там, какие-то, ключевые различия с нами, там, важных вопросов, ну, чтобы можно было, короче, дискутировать, обоснованно, и всё такое, ну, и, естественно, вам понадобится, более-менее, приличный микрофон, не из бочки, wing-wing, notch-notch, и попали часов в неделю, вечером в воскресенье, в понедельник, в субботу, не знаю, как, как договоримся, вот, всё, в общем, пишите, не знаю, в комментариях, как, я не знаю, просто, понимаешь, вот, как нам искать третью, типа, как нужно кастинги, устраивать, или всё, не поймать, приглашать всех по одному, в особую комнату, в дискорде, с патронами, можно, вот, я не знаю, ну, то есть, может, там, с каждым по одному выпуску записывать, короче, пишите, пишите, в комментариях, ну, да, в комментариях на ютюбе лучше, пишите, я сразу замечу, а там, в комментариях на саундкладе, лучше не пишите, хотя тоже может, если, если уж, так хочется, вот, и перейдем к релизам, быстро, сейчас, это самое, спать, everybody's golf, VR, VR, для PlayStation, более-менее, оценки, и, насколько я, знаю, особо, гольфа, VR, для PSVR, не было до сих пор, так что, рецензенты, более-менее, хвалят, но, ругают за то, что мало контента, три, значит, поле, и никакого мультиплеера, ну, такое, могли бы мультиплеер, я понимаю, что там поля может сложно, не знаю, долго, мультиплеер могли бы добавить, такие дела, когда она уже вышла, да, 21 мая, American Fugitive, я должен сказать, что удивлен, немножко я низкими оценками, но, с другой стороны, наверное, да, почему бы и нет, вот, я проводил research, смотрел видео Giant Bomb об этой игре, и, как там отмечают, она действительно похожа на старые GTA, то есть, старые, которые первая, вторая, там, и Лондон, то есть, такая, изометрия, ну, там был топ-даун, здесь изометрия, но принцип тот же самый, небольшой такой, ну, гораздо меньше, чем в полноразмерах детей новых, открытый мир, какой-то, какая-то, какой-то, короче, американское захолустье, я не уверен, что там за штат, и так далее, вот, вам нужно играть с человека, который сбежал из турмы, можно, грабить караваны, можно не грабить караваны, можно угонять машины, тракторы, при этом, можно переодеваться, там, прям, как в Hitman, вот, и звездочки, значит, сбрасывать, есть люди, которые вам там дают задания, выполняйте задания, зарабатывайте денежки, открывайте новые локации в этом, ну, там, прям, как реально в GTA, там, мосты открываются, и можно ехать в новую локацию, а вот, такое, такое, если вы прям очень фанат старых GTA этих, то наверняка, это вам игра понравится, там есть еще какие-то всякие мини-игры, охрабление домов, такие простенькие, в GTA таких не было, посмотрите, обратите внимание, также вышла игра под названием Observation, в котором вы играете за AI орбитальной станцией, и, значит, после какого-то непонятного инцидента, эта станция, которая была на орбите Земли, она оказывается на орбите Сатурна, что ли, ну, я не понял, там, я смотрел, ну, не знаю, первый час, это я не понял, как бы подразумевается, что люди были уже на Сатурне, к тому моменту, или, нет, ну, или рядом с Сатурном, ну, вот, по первому часу, вообще, там, игра, и по тому, как я прочитал, плодпоинты, какой-то там, вообще, солярис навертели, вот, ну, пазлы есть, все такое, то есть, опять же, вы играете за AI, который переключается с разных точек зрения в разных отсеках корабля, там, нужно решать проблемы, потому, что станция в плохом состоянии, вот, там какие-то эллиены вас донимают, которых не видно, ну, такая, интересная штука, наверное, я думаю, я думаю, если вам тема нравится, то почему бы и нет, а, вот, Layers of Fear 2, плохие оценки у нее, выйти на только завтра, мы дописываем все 27-го, выйти 28-го, ну, в общем, почему бы и не, раз оценки уже есть, как сообщают рецензенты, игра пробует, что она там более масштабная, чем первый Layers of Fear, но, новые идеи не смогли нормально реализовать, вот, но при этом, ну, как бы, мнения разделились, короче, есть рецензии, в которых девятки, там, восемь с половиной, девять, девять с половиной, есть рецензии, в которых, типа, пять, или шесть, вот, так что, наверняка, сереже, сереже, думакову, я думаю, тому понравится, ну, такое, такое, если, короче, вам очень сильно, первая часть нравилась, она многим людям очень нравилась, можно и вторую, наверное, посмотреть, вышел из Early Access на ПК, также вышел на консолях, как это сказать, Monster Hunter для бедных, называется игра, Don'tless, ну, ее так окрестили еще когда, еще сразу после анонса, по-моему, в общем, фри-ту-плей, кооператив, можно монстров бить, а можно и не бить, можно траву, наверное, не знаю, как тут насчет гринда, короче, вот, с одной стороны, я очень приветствую создание Monster Hunter, в котором, нет интерфейса, который на тебя падает и давит, и пока ты, не знаю, не закроешь ее, эту игру, но, с другой стороны, меня совершенно отвращает, короче, вид, вот, играет Don'tless, она выглядит, как какая-то, ну, ну, какая, я не знаю, как Fortnite, короче, как мобильные игры, вот эти все, в которых на иконках, в которых на иконках рыцаря орут, вот все в одну сторону, так и Don'tless выглядит, короче, меня, меня это отвращает, вот, ну, я должен сказать, что они молодцы, потому, что у них, запуск состоялся, вот, на ПК, на PS4, Xbox One, и полный кросс-плей, насколько я понимаю, это первая игра, которая вот с такой штукой запустилась, то есть там Rocket League потом добавили, Fortnite потом добавили, а Don'tless с самого начала такая, ну, то есть, все ваши персонажи, ну, они одинаково доступны на всех платформах, все сейвы одинаковые, вы можете играть с людьми, с разных платформ в одном матче, короче, это клево, это клево, вот, но, сделайте мне, пожалуйста, Monster Hunter, за деньги, короче, но, без того, интерфей, вот, заделайте мне, сделайте, да, сегодня, в Twitter выяснилось, что уже сделали, искусственный интеллект, который может, по голосу реконструировать лицо человека, примерно, там, очень, 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 не, ну, не точно, но, для этого пришлось тренировать, там, на миллионах примерах, вот, но, сразу, там, здравствуйте, дорогие нейросети, у меня есть идея, значит, нужно же, сделать игру, в которой, караваны можно хравить, и так далее, дорогие нейросети, сделайте мне, монстр хантер, без, без гриндая, и там, просто можно было, боссу с друзьями, вот, и чтобы, популярный был, чтобы было с кем бить, караван, а вот, бит сейбер, одна из, или, самая, знаю, популярная VR-игра, по крайней мере, на пекан, сколько я знаю, как, ну, в какой-то момент у бит сейбера, в системе были, самые-самые положительные отзывы, из всех игр, которые вообще в системе представлены, так что, я, игра, ритм-игра, в которой нужно, как бы, световыми мечами развивать блоки, на которые у вас, которые на вас движутся спереди, вот, там уклоняются, очень клевая штука, насколько я знаю, она вышла из Early Access, также вышла на консолях, я так понимаю, вот, на консоли, на PSVR, на PlayStation 4, но только в ПК-версии есть, а, и да, вышла на Oculus Quest, там, автономном VR-шлеме, который тоже выпустили на днях, как я понимаю, только в ПК-версии есть редактор уровней, так что консоли холопы соснули, вот, ну, как бы, вы же понимаете, что в таких вот ритм-играх добавление новых треков, это дело жизни и смерти, если у вас есть какой-то там набор из 40, я не знаю, песенок, и, ну, если они будут платно делся и выпускать, тоже нормально, вот, но, если можно бесплатно на ПК добавлять, чего угодно, то, ого, гораздо лучше, вот, Beat Saver, насколько я знаю, очень крутая игра, если у меня когда-нибудь, появляется там VR-шлем, то это будет, наверное, первая игра, которую я попробую, также, ну, можно будет перестать ходить, потому что, игра выглядит достаточно интенсивной, нужно будет руками махать, а вот, также, на днях, вышел More Utopia, или Pathology 2, я не знаю, как лучше ее называть, вот, первая, по крайней мере, это первая часть этой игры вышла, история Гарус Пика, потому что, остальные будут выпускать, как эпизоды, вот, и, все, что я про нее читал, это то же самое, что, короче, и с оригиналом, вот, игра крутая, игра, наказывает ошибки, даже если, ну, и даже если вы не ошибаетесь, все равно вас наказывают, как бы, это, ну, это даже не Dark Souls, то есть, эта игра про то, в большинстве случаев, вы проиграете, короче, не важно, что вы там делаете, особо, вот, если вы, не знаю, если вы там, совсем не эксперт, в механиках этой, вселенной, и, эта игра, очень забагована, как и первая часть, вот, все очень сильно жалуются, на то, что, на технические, на крэш, там, за полчаса, игра два раза упала на рабочий стол, там, игра повесила мой компьютер так, что пришлось перезагружать, ну, в общем, ожидаем, ожидаем, ну, как бы, это же, more top, вот, не знаю, лучше, наверное, патчи подождать, такое, так, а, также, вышел, фри-то-плейный шутер, называется, сплит-гейт, арен, арена, ворфер, я посмотрел на стримах, и, короче, не знаю, Halo, плюс, Call of Duty, sci-fi какой-то, ну, как в Halo, в принципе, с порталами, как в Portal, то есть, у каждого, значит, игрока, в Death Match, там, по-моему, есть, ну, там разный режим есть, вот, ну, во всех нужно, нужно вырубивать врагов, есть возможность создавать порталы двух цветов, из одного, в один входишь, с другого входишь, делать это можно только на специально обозначенных поверхностях на уровнях, так что, ну, там полного хаоса не происходит, вот, но все равно я, я, например, боюсь такую игру играть, даже на бесплатной, я бы там, может, попробовал бы, но я боюсь, потому что у меня сразу мозг сломается, как там, наверняка уже есть про игроки, которые просто вообще, с настолько нежных углов, короче, подходят, что мне вообще без шансов, вот, не знаю, насколько, ну, насколько это вообще такая игра, может, популярнее, потому что, я не представляю, насколько этот высокий, короче, скилсилин, как, там, игрок, который, ну, находится в топе, в топе ладдера, в топе рейтингов, насколько, во сколько много раз, лучше играет, чем игрок, который только начал, но, да, занятно, занятно, посмотрите, если интересно вам такая штука, если вы, значит, бесстрашны, на контрасте вышла, индия игра называется, Gladiabots, с подзаголовком, AI, как там, какой там точно подзаголовок, AI Combat Arena, для тех, кто любит, короче, программировать, программирование, программируйте своих ботов, киллботов, вот, такой визуальный, ну, визуальный с ним, программирование, не нужно там, код писать, не слишком страшно, но при этом, наверняка, довольно гибко, вот, и отправляйте этих ботов, на арену, биться с другими ботами, ваших друзей, или там, незнакомцев из интернетов, как я знаю, у этого жанра таких игр, довольно большая история, помню, про такие игры, еще там, гейминг, где, наверное, читал, так что, да, в смысле, наверняка, некоторым людям очень нравится такие штуки, я думаю, что, среди наших слушателей, есть люди, которым эта идея придется по душе, вот, обратите внимание, далее, у нас есть, да, я точно знаю, на самом деле, вот, далее, conglomerate 451, это, Legends of Grimrock, только, Cyberpunk, вот, от 1S, ну, купил ее пока очень мало людей, так что, я им не могу сказать, точно по отзывам в стиме, как, как игра, вот, другого ресерча я не проводил, но, ну, это такое, Lexus, так что, там уже стоит релиза подождать, но, наверняка, из этой идеи можно сделать неплохую игру, обратите внимание, опять же, и, наконец, я приказ с игрой, который вообще ничего не знаю, Project Winter, вроде какой-то, типа, социальный кооператив, стелс, в котором можно придавать друзей, и так далее, выживать, который давно-давно был в Early Access, теперь вышел из Early Access, и оценка у него отзывы вполне себе, выглядит забавненько, вот, я смотрю, в игре есть лоси, это хорошо, обратите внимание, вот, такие-таки дела, на этом, сегодняшний выпуск, 163, я забыл начать сказать, 163 выпуск, 27 мая, все такое, 2019 года, вот, огромное спасибо, тем, кто слушал, и смотрел, по тем, смотрю, вообще отдельно, спасибо, а вот, огромное, в поле, огромное, как будто, это как всегда, не, ну, я знаю, что ты, там, спасибо, на работе, что не устал, и надо спать, так что, монтаж занимает, ладно, упокойся, вот, если вам понравилось, это все, ставьте лайк, если не понравилось, ну, там, дизлайк, приходите в комментарии, объясните, почему дизлайк, в комментариях, можете задавать вопросы, если вам все это, прямо очень сильно нравится, можно зайти на Patreon, дать нам денег, чтобы, проект поддержать, Game Club Pub, и подкаст овертайм, у нас есть Twitter, в котором, мы, я, публикую новость, игровой индустрии, более-менее, оперативно, и, самое, интересное, вот, хотя, с другой стороны, должен сказать, что, в нашем титере, всяких, много трейлеров, много, всех каналов, инди-игр, но, всякие, дурацкие штуки, типа, там, кому, Рэнди Питчфорд, очередной раз, нос сломал, ну, я это на подкаст, забываю, вот, да, Рэнди Питчфорд, там, что-то на этой неделе, ретвитнул видео с Animal Cruelty, тоже, вообще, вообще, рандомно, какая-то, something, 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 Рэнди Питчфорд, Рэнди Питчфорд, он, там, ты, за картинка, господи, из какой-то фильма, ну, в общем, где чувак в форме, вот так, потом обливается, на форуме запастил эту картинку, и подписавшись, да, Gearbox PR Department, после каждого твитара, и Ди Питчфорда, вот, да, все, пока-пока, а, ну, если, да, если вы, хотите, третьим ведущим стать, пишите, можно попробовать, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok